в этом видео настройки доставки в плагине woocommerce на wordpress чтобы человек на последнем шаге когда он уже оформлять заказ мог выбрать ту доставку которая ему предпочтительней а вы со стороны администратора соответственно сделать эту доставку которая тоже также выгодна вам то есть можно сделать выбор например доставка штатная ставка да если это где-то внутри города сама вывоз из офиса и другие вариации меня зовут федор васильев давайте подробно разберем как это настраивается это урок номер 8 сейчас я нахожусь в админке своего демо сайта давайте сначала посмотрим на товары заходим в любой товар здесь у нас вот в этой области у нас сами есть доставка мы можем настроить доставку в отдельности для каждого для каждого товара это вес размер и класс доставки можно создать в настройках woocommerce далее вы можете перейти woocommerce главная страница там где мы с вами уже касались настроек здесь тоже есть настрой доставку где вы можете выбрать стоимость доставки например по россии я сделал 300 рублей можно включить для остального мира и завершить настройку основные настройки для доставки вы найдете вкладка woocommerce настройки давайте перейдем здесь есть отдельная выделенная вкладка доставка переходим сюда здесь у вас уже будет россия вы можете изменить давайте сначала посмотрим что там есть изменить название то есть например в россии зона россия кликнув в поле вы можете выбрать и другие регионы методы доставки единая ставка включена также вы можете единую ставку изменить поменять название вместо единой ставки любое другое налогооблагаемый я поставлю нет если вы официально оформлены как по или п то можете еще настроить налоги стоимость 300 рублей например сохранить добавить метод доставки можете добавить а еще варианты то есть единая ставка например у нас есть по россии дальше есть бесплатная доставка например по региону скажем по району то есть когда вы создали вы еще раз заходите бесплатную доставку здесь есть требования бесплатной доставки можете выбрать действующий купон по бесплатной доставке сумма минимального заказа это интересно то есть когда мы это выбираем Например, человек накупил у вас товаров на 5 тысяч. Минимальная сумма заказа, то есть человек будет об этом видеть. Если вы купите на 5 тысяч, доставка для вас будет бесплатна. И также можно еще привязать купон на скидку. Давайте сохранимся. Добавим еще. Самовывоз. Часто тоже встречается в интернет-магазинах, потому что люди, бывает, заезжают на склад или в офис и сами забирают товар. Для этого человек выбирает самовывоз и не платит за доставку, то есть он сам его забирает. Также можно посмотреть налогооблагаемые. Нет, и стоимость 0. То есть вот так вот это настраивается. Также здесь вы сможете добавить в зону доставки еще, если это необходимо, также по аналогии. И также здесь есть еще местоположение за пределами других ваших зон. Например, доставка в другие страны. Здесь тоже можно настроить, добавить методы. Я вернусь назад. Здесь у нас еще есть с вами параметры доставки. Сейчас мы этого с вами коснемся. Давайте посмотрим на наш магазин, что происходит здесь, если у нас товар добавлен в корзине. Во-первых, мы с вами видим, появилась здесь вот в этом блоке доставка, единая ставка 300 рублей. Дальше самовывоз. То есть это, естественно, бесплатно. Здесь появилась у вас расширенная, рассчитать стоимость доставки, где человек выбирает город, страну, область, пишет город и почтовый индекс. Но момент, когда он нажмет оформить заказ, здесь все равно будут вот такие поля, которые, по сути, дублирующие, которые надо заполнять. И я предлагаю отключить вот эту вот форму. Как раз вот здесь, видите, находится включить калькулятор стоимости доставки в корзине. Если мы галочку снимаем и сохраняемся, обновимся, то у нас эта ссылка исчезнет. Она, по сути, здесь и не нужна. Все равно у нас на странице оформления заказа, как положено, будут все необходимые поля для заполнения. Доставка также здесь доступна для выбора. Вообще, я создал только две, и они будут доступны. И давайте проверим, 5000, если мы положим в корзину на сумму 5000 или выше, по идее, должна появиться бесплатная доставка. У нас только на 3000 добавлено. Поэтому я возвращаюсь в магазин и добавлю, скажем, еще и этот товар. То есть на 5500 все вместе. Просмотр корзины. Видите, как только сумма превышает порог 5000, у нас появляется бесплатная доставка. То есть это у нас с вами работает. Здесь все хорошо. С другими опциями здесь на русском языке я подробно останавливаться не буду. Настройте так, как вам здесь нравится. И классы доставки. Честно говоря, не совсем понятно, как это можно использовать, потому что привязки я не вижу к методам доставки. Но вы здесь можете добавить класс. Просто написать название. Например, тест. Ярлык. Тест на английском напишу. Описание. Тоже тест. Сохранить классы доставки. Нажимаем. И так можете добавить сколько угодно. То есть вы видите, здесь привязать мы никак не можем только изменить. Именно, например, бесплатная доставка, сама вывоз. Но когда мы с вами заходим в товары, зайдем в любой товар, мы с вами увидим на вкладке доставки класс, где у нас появился вот этот тест. То есть привязать мы можем к классам именно здесь, в товарах. Здесь, конечно, написано в подсказке, что это такое, но мне, честно говоря, не совсем понятно, то есть как на практике это будет работать. Еще вы должны знать то, что в самой теме, а тему использую я бону, кто не смотрел мои первые уроки в данном серии видеокурса, платная тема. Давайте в нее пройдем. Настроить. Чтобы вы понимали, что здесь есть настройки в e-commerce. Оформление заказа. Здесь есть небольшие опции настроек для этого блока, чтобы вы могли тоже как-то это настроить под себя. Например, скрыть поле адреса. Тогда форма сокращается, показываются только основные поля, и человек может кликнуть в чекбокс и увидеть дополнительные вот эти все моменты с адресом, районом, области, индексом и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok